друзья всем привет получил посылку с интернет-магазина который продает газовые горелки и ножи ну и фонарики все то что необходимо как раз для туризма давайте распечатаем на посылке написано ганзо это название ножа которым я пользуюсь сейчас мы вскроем это эту посылку окрас этим ножом здесь чек есть вот это очень маленькая горелка 25 грамм всего весит представляете это крепление для фонарика а вот фонарик сейчас мы его рассмотрим сначала глянем что тут еще а и переходник еще для печки вот под цанговый баллон ты сейчас включеного газ пойдет не не буду пока немножко позже рассмотрим это мечта любого велосипедиста качественный фонарик феникс эта модель bc 21r в 3.0 основные характеристики указаны на обратной стороне упаковки 1200 люмен это максимальное свечение течение 2 и 2 десятых часа есть еще 400 люмен это рабочий такой режим который можно постоянно в принципе пользоваться светит он шесть с половиной часов это можно целую ночь ехать с хорошим светом но и сидит на бездорожье тогда можно включать 1200 но тут будет потребление больше и время получается меньше 150 люмен 11 часов и самое слабое это 50 люмен 33 часа и режим мигания он будет мигать до 400 люмен а вот еще хорошая характеристика у него есть защита ip68 это можно погружать этот фонарик на глубину полтора метра там на несколько часов то есть не боится дождя даже погружения в воду давайте откроем вот он сам фонарь он идет сразу с креплением на руль такое удобное крепление с вкладышами резиновыми два разных вкладыша здесь есть разной толщины фонарь сделан с алюминиевого сплава для того чтобы лучше охлаждать во время работы на максимальной мощности а максимальная мощность вот указано 1200 люмен это показано как правильно поставить аккумулятор чтобы наоборот его не поставить то есть плюс идет в эту сторону и предупреждение что действительно он может сильно нагреваться корпус это название модели и название фирмы феникс вес фонаря 158 грамм фонарик очень крепко держится в посадочном своем месте в этом креплении на руль что фонарь не потерялся есть такой вот затвор у него раз и тогда можно вот сдвинуть его сторону он легко вынимается здесь закреплено тремя болтами а вот это у нас разъем юсби 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 с современный разъемчик это очень хорошо фонарь очень современный так попробуем включить не включается а почему а потому что вот есть предупреждение вот что можно удалить то есть здесь есть подохранитель чтобы аккумулятор не был подсоединен значит нам нужно отвинтить этот крышку она выкручивается кстати вот она предохранитель вынимаем предохранитель обычно такая прокладка чтобы не было контакта у контакт качественной позолоченный посмотрим что за аккумулятор аккумулятор литий он 18 650 на 2600 миллиампер часов вот такой такой тут еще и позолота есть я не видел таких позолоченных что там и там позолоченный контакт но это для надежности вот резинка для того чтобы не попадала туда вода вода непроницаемая можно сказать теперь включим засветился красный светодиод это показывает что заряд не полный у него а если немножко подержать включается сам фонарик и вот чтобы видно было сейчас режимы ярче ярче и совсем ярко и опять возвращается у нас на первую на первое положение то есть у нас это вот 50 люм светит 150 400 и 1200 а если немножко подержать он выключится включить и нажать два раза раз раз о мигать начинает индикатор нас все время показывает что у нас уже батарея не полностью заряжена но правильно он транспортироваться должен не до конца заряженные батареи сейчас я поставлю туда новую батарею просто чтобы продемонстрировать у меня есть все такие батареи которые по емкости немножко больше ну конечно они не позолоченные здесь они 33 400 по моему по размеру даже немножко мой аккумулятор меньше но он не заряжена сейчас посмотрим что он будет высвечивать пожалуйста зеленый если нажмем включается свет и показывает что фонарь заряжен посмотрим что еще в комплекте есть usb с кабель для зарядки длина небольшая кстати удобно будет заряжать его на ходу от динамо втулки вот запасная резиночка есть так гарантийный талон его по моему на сайте зарегистрировать смотрите гарантийный срок обслуживания составляет пять лет фонаря со встроенным аккумулятором два года аккумулятору и аксессуаром один год вот так вот пять лет гарантии на сам фонарь и паспорт с описанием на разных языках да вот как раз есть у нас как включается этот фонарь светодиод используется лю минус с ст 40 лет есть инструкция на русском языке вместе с фонариком я заказал еще крепление на шлем вот он 5 стяжек крепление называется а л д 0 8 феникс фирменная вот это крепится к шлему установил вот что получилось я думаю будет очень удобно замечательно закрепилась все хорошо получилось тем более можно в любой момент это дело снять есть еще запасные стяжки можно по-другому перецепить я попробовал уже хорошо то есть можно будет на улице в темноте попробовать теперь крепление на руль здесь у меня широкий руль еще и с обмоткой поэтому одну резинку я убрал полностью выкрутим вот так вот здесь немножко затянуть и так очень плохо держится шикарно выглядит прямо украшение велосипеда единственная улица которая светится я сейчас на улице как раз в такой период когда темно я всю зиму так ездил на работу еду темно с работы еду темно сейчас у меня в камере включен свет но все вот повернуть туда вот это все что тут видно а теперь я включаю фонарик до 50 вот 400 люм 1200 400 люм достаточно а вот так светит мой налобный фонарик собственно говоря очень плохо есть вот и широкое вот освещение ну она далеко не светит только перед самим велосипедом впереди единственная освещенная улица в нашем районе светофоры не работают там уступаем дорогу ну когда улица освещены конечно все классно но сейчас такое только на одной улице сейчас свернем на очень темную улицу она в основном пешеходная велосипедная вот она тут можно понять яркость освещения это самый яркий свет тут плохо то что если я руль поворачиваю меня убегает луч сейчас я на шлем переставлю о дро дело куда посмотришь туда свет в общем то видно очень хорошо это самое слабое ну конечно если есть освещение на улице то этого достаточно меня будет видно а вот это режим стробоскопа в фонарик начал мигать красным светом значит пора ехать домой включая ярче он сразу притухает я пользовался этим фонарем больше двух недель и теперь могу поделиться своими впечатлениями я очень доволен это замечательное приобретение хотя этот фонарь стоит ну приблизительно 100 долларов он стоит каждого своего центра этой зимой я ездил на велосипеде и естественно в темное время суток то есть утром ехал на работу было темно и с работы возвращался тоже было уже темно и я пользовался вот такими фонарями это довольно мощные фонари но это обычные ручные но они ставятся на велосипед вот таким креплением но эти два фонаря светят хуже чем этот один поэтому эти два фонаря я забраковал и остаток зимы я ездил уже с налобным фонарем в нем стоит такой более мощный аккумулятор на 3400 ампер часов но как он светит я вам демонстрировал на улице в сравнении с этим новым фонарем этот налобный фонарь не не позволял ездить шлеме потому что шлем просто мешал поэтому ездил зиму без шлема но с таким фонарем теперь же мне есть специальное крепление и можно будет ездить в шлеме и с фонарем да еще классно светит куда поверну я голову туда он и светит это большой плюс я потому в принципе пользуется налобным что эти фонари которые крепятся на руль ну нельзя посетить туда куда хочется а тут куда повернешь голову туда он и светит обнаружил интересную вещь фонарь еще и поворачивается на 45 градусов туда и не 45 градусов 30 в одну сторону градусов 30 в другую раз-два-три также я заказал еще крепление которое будет устанавливаться прямо на креплениях гоупро то есть можно будет на шлеме закрепить или приклеить вот это вот стандартное крепление гоупро а здесь будет такой же самый переходник с салазками и зажимчиком только можно будет направлять и угол менять у меня есть таких несколько гоупро вот такое диджая или вот еще от hd cam остался у меня такой переходник днем можно будет устанавливать экшн камеру на шлем а ночью светить фонарем когда получу это крепление я вам его продемонстрирую фонарь мне это нравится тем что очень яркий свет и даже на 400 люменов хватает с головой освещенности дороги даже в самой темноте а 1200 это можно в лесу по узкой дорожке ездить и все будет видно нравится то что здесь откручивается от эта крышка и можно легко поменять аккумулятор можно взять парочку аккумулятора в коробочке и соответственно поменять когда сядет здесь аккумулятор я видел такой фонарь у несколько спортсменов которые ездили привет париж-брест-париж это три дня и три ночи и расстояние 1500 километров так вот спортсмены брали с собой два запасных аккумулятора и спокойно ехали на три ночи и этого хватало на фонарь садится здесь вот так вот можно кнопку красненьким моргает историю нефть и батарейки здесь первая стоит уже в третью не понять потому что здесь паровозный туннель вот это да а еще мне нравится что здесь есть в кнопке светодиодная индикация заряда батареи если фонарь заряжен от 100 до 85 процентов то светится зеленый свет вот так вот если этот зеленый светодиод начинает мигать значит это от 80 до 50 процентов если появляется красный свет это значит от 50 до 25 процентов но если этот красный начинает мигать значит 25 процентов до одного процента благодаря индикации всегда можно знать приблизительно насколько заряжен тебя аккумулятор и не будет такого сюрприза что раз и мгновенно разрядился когда полностью разрядится он быстро мигает и тухнет фонарь при этом не загорается фонарь можно заряжать или от сети или от повербанка во время заряда он светится красным светодиодом когда полностью фонарик зарядится загорается зеленый свет к сожалению фонаря быстрой зарядки нету ток заряда полтора ампера фонарь может работать во время зарядки и доступны два режима это 50 люменов и 150 больше видите не включается он опять переходит на 50 в принципе аварийно если разрядился фонарь то можно его заряжая а динамо втулки продолжать использовать а еще фонарь имеет память на том режиме яркости на котором был он выключен когда мы его включаем он включается та же самая яркость вот я поменял яркость выключаю а теперь включаю и он включается тут же яркость если я яркость поставлю максимальную и выключу фонарь когда его включаю она также максимальная яркость также мне нравится то что этот фонарь водонепроницаемый я его погружал для эксперимента включен под воду и даже там игрался включая разные режимы и все работает целый час он был под водой и работал проведем испытания включим фонарик и поместим его в воду фонарем я очень доволен и вам рекомендую ставьте лайк если вам понравился такой обзор и подписывайтесь на мой канал а ссылка на этот фонарь будет в описании пока пока